Пусть он сам расскажет об этом, о деятельности, выдающийся разведчика Исхаки Ахмерове. Входит в высшую когорту асов разведслужбы мирового уровня. Имя его замалчивалось в нашей стране в течение десятилетий, даже после его смерти. Более подробные сведения о нем появились у нас в последние годы, изложенные, конечно, самими разведчиками и, стало быть, пропущенные через необходимое СИТО. А если заглянуть, что я сделал в интернет на английском языке, и просмотреть многочисленные публикации в США по персоналиям и проблемам современной разведки, можно найти сотни упоминаний об Ахмерове. Искать следует в различных вариантах. Юнг, Альберт, Билл Грейтс, Грейнке, Майкл Грин, Майкл Адамал, Мэр и так далее. И любой читатель невольно придет к выводу, что Исхак Ахмеров был одним из выдающихся разведчиков периода Второй мировой войны. Особо охраняемые американцами секреты регулярно поступали к Ахмерову и затем незамедлительно направлялись в Москву. Из опубликованных сотрудниками внешней разведки материалов видно, что еще до начала Тегеранской конференции великих держав советская делегация своевременно получила информацию о планах и намерениях американцев, намечаемых ими шагах. Небольшая высококвалифицированная интернациональная группа, действующая в различных точках планеты, Рихард Зорга в Токио, Ким Фильби в Лондоне, Яков Рейзман, Исхак Ахмеров и Рудольф Абель, в крупнейших центрах США, в течение длительного времени обеспечивали советское руководство ценнейшей военно-политической информации, полученной из первоисточников, так сказать, из первых рук. Это способствовало принятию правильных государственных решений усложнейшие годы развития страны под тяжестью различных обстоятельств. По истечению времени все они засветились. Рихард Зорга и Яков Рейзман погибли. Рудольф Абель оказался в тюрьме. Ким Фильби был вынужден навсегда покинуть Англию. Все, кроме Исхака Ахмерова, который благополучно вернулся со своей американской женой в Москву после успешного завершения поставленных задач, и еще 30 лет до конца жизни продолжал служить всему своему. Абель Ахмеров родился в городе Троицк 7 апреля 1901 года. Бедной татарской семьи. Отец скончался через несколько месяцев после его рождения. Он о нем знал только по рассказам матери. Мать был вынужден, а дед занимался кустарным делом, меховые изделия. И у деда была большая семья. Они ели, перебирались сами с чая, с хлеба на чай. Все равно он научил молодого Исхака, как разделывать кожу, кожному делу. Но в 12, когда ему исполнилось 12 лет, дед умер. Они вообще остались сиротами. С 12 лет Исхак был вынужден работать на различных работах. Помощником шлифовальщика, помощником монтера, помощником приказчика. Освоил полдюжины специальностей. Когда произошла февральская революция, Исхак устроился приказчиком в мануфактурном магазине. И мать была страшно рада, что он работает там. Но после революции, октябрьской революции, магазин разорился, поскольку не было товаров для продажи. И он был вынужден выехать в Казань, в Казань он нашего работы. И в возрасте 19 лет, в возрасте 19 лет, он был принят в партию. В 20 лет его избрали членом городского совета города Казань. Но он все стремился к учебе. Его отправили в Москву на бухгалтерские курсы. Он закончил бухгалтерские курсы и вернулся опять в Казань. В Казань он устроился наркомпросе, главным бухгалтером. Поработал и несколько лет он хотел получить высшее образование. Его отправили для получения высшего образования в Восточный университет, в Москву. Он начал там, в Москве, изучать турецкий язык в университете. Закончил блестяще. Закончил после окончания университета. Его направили заместителем директора педагогического техникума в Москве. Поработал он два года, в 1923-1924 годы. Потом его направили в Министерство иностранных дел, как человека, знающий турецкий язык. Отправили первое направление, которое он получил, отправили его в Термес. Термезий, он участвовал как раз в период борьбы в осмазчество на стороне советских войск в качестве переводчика. После того, как образовалась Бухарская республика, его оттуда отозвали, Министерство иностранных дел отправила отправила его в Турцию секретарем генерального консульства в Стамбул. В Стамбуле он прекрасно показал, как знаток турецкого языка, знал немного французский язык. И в течение нескольких лет с должности секретаря генконсульства он стал исполняющим обязанностей генерального консула. Этот путь проходит обычно в Министерстве иностранных дел в течение 15-20 лет. Он это прошел за 2-3 года. И мне представляется, что именно в те годы, когда он работал в Стамбуле, Исхаб Абдулович Ахмеров начал работать в системе службы внешней разведки. Однако, после возвращения из Стамбула он вернулся в Министерство иностранных дел. Тогда назывался нарком иностранных дел, наркомат иностранных дел. Поработал несколько месяцев, тем самым показать, что он представитель Министерства иностранных дел. А потом его пригласили в службу внешней разведки, тогда под названием ОГПУ. Отправили его учиться вновь. Изучал он в университете НГУ на факультете международных отношений. Это будущий НГИМО изучал опять турецкий, английский, французский языки и историю международных отношений. Затем он вернулся и в 1933 году, кажется, в 1933 его вызвали начальнику внешней разведки Картузову. Это первый человек службы внешней разведки тогдашней был. Ему предложили поехать впервые в качестве нелегального разведчика в Пекин с турецким языком. Турецкого студента востоковеда легализоваться в стране и заняться приобретением источников, которые могли бы информировать внешнюю разведку об обстановке в стране и планах белогвардейцев и японцев в отношении СССР. Это было смелое, в то же время весьма рискованное решение превращения бывшего советского консула в Стамбуле турецкого студента в Пекине в логове международного шпионажа. Пекин Юнг, оперативный псевдоним Ахмерова, должен был ехать через Европу, где турецкому гражданину предстояло получить китайскую визу и на пароходе из Рима следовать до одного из китайских портов. Когда он в Риме обратился в туристические агентства для организации поездки в Китай, ему объяснили, что большинство европейцев едут в Китай через Советскую Россию и ему придется получить визу, российскую визу. И он очень спокойно получил китайскую визу. Потом это Виталий. Потом ему нужно было транзитную визу в Советском посольстве получить. Когда он вышел из Советского посольства, его остановили итальянца, повезли полицию, сказали, почему он обращается в Советское посольство. Он сказал транзитную визу, объяснил отпустили. И он через территорию из Италии, через территорию России поехал в Пекин. Когда он пересекал границу российско-манчжурской границу, где господствовали японцы, японский разведчик устроил расспрос к тому, куда едет. он через переводчика, а переводчиком у японца был татарин. И вот он через переводчика объяснял, для чего он едет, турецкий студент, для учебы в Пекине. В один из моментов, когда он рассказывал о себе, о причинах поездки, татарский переводчик почувствовал, возможно, он вовсе не турк, а татарин. Но все это он слышит же и понимает на двух языках, а сам говорит на турецком. он сделал все, что возможно, чтобы убедить японцев, что он турк. Этот вот даже один маленький эпизод достоин сюжета для эпизода документального фильма. Каким образом он доказал, что он турк, перед татарином, который возможно почувствовал, что это все-таки не турк, а татарин. Но как бы то ни было, он благополучно добрался до Пекина, устроился самый престижный университет Пекина, где учились дети элиты, китайские элиты и иностранцы. Он познакомился там с английским студентом, который давал ему информацию из английского посольства о необходимую, познакомился с другими студентами, с шведским институтом, через них получал необходимую информацию для того, чтобы информировать центр Москву. Его информацией в центре были очень довольны, и они уже к этому времени решили отправить Ахмерова с востока на запад. Все, сортирация «Снег» считается одним из шедевров разведки, советской разведки периода Второй мировой войны. Сущность идея была подана Ахмеровым, и это осуществилось также благодаря связям Ахмерова, которые были установлены еще до начала Второй мировой войны. У него был отличный знакомый во время работы до войны в США, был прекрасный знаток, аналитик, тогда он занимал пост заместителя министра финансов США, «Стоп, пауза, стоп, слишком большая пауза получается». Сейчас, одну секундочку, забыл имя Уайту, что уезжает в Китай для того, чтобы проследить обстановку там, поскольку он представился ему как китаевед. На самом деле он уехал, был вызван Берия, отозван в Москву. После того, как началась война, у Ахмера возникла исключительно важная идея о том, чтобы через Уайта оказать содействие правительству США, воздействие, определенное воздействие, чтобы отношения между США и Японией имели определенное значение для того, чтобы каким-то образом оказать содействие нашим войскам. Дело было в чем, после возвращения в 1939 году в Москву Ахмеров с женой, кстати, вот забыл, он там женился на американке, на своей помощнице в США, это Хелен Браудер, и он попросил приехать, когда его отозвали, приехать вместе с женой. Лаврентий Берия был страшно недовольным, сказал, что же, в нашу разведывательную сеть попали американцы, а начальник разведки американского направления Фитин объяснял, что нет, это наши друзья, жена, будущая жена, нынешняя жена является племянницей генерального секретаря Компартии США Браудера, которому с большим уважением относится Сталин. После этого ему разрешили приехать, и он остался в разведывательной службе, в отличие от своего заместителя, которого изгнали из разведслужбы, и многих посадили, но и здесь был выбор Исхакова правильный, Ахмерова, Исхака Ахмерова был исключительно правильный выбор, и какой-то степени, на мой взгляд, его и спасло. Но Берия все-таки отомстил ему, и полковника разведслужбы, имеющего колоссальный опыт, посадил в американский раздел разведки в качестве стажера. А его начальником был почти 27-летний Павлов, который сам учился у Ахмерова. Он был, конечно, поражен, что является у него стажером полковник разведслужбы, но, тем не менее, такие были дела, такие были времена. Как бы то ни было, Ахмеров продолжал мысли, и он выдвинул именно операцию «Снег», идею операции «Снег», направить, рассказать, каким образом ведут себя японцы в Манжури, в Китае, как они относятся к американским владениям в районе Тихого океана. и он предложил внести свой анализ обстановки в районе Китая, в районе владений США и о японских отношениях, об отношениях Японии к США довести до сведения Уайта, своего бывшего друга. Для этих целей решили, конечно, мог поехать он сам, еще больше бы интереснее было бы, но ему не разрешили поехать туда, решили отправить молодого Павлова. Он днями и ночами учил его, каким образом встретиться с Уайтом, что ему сказать, все он составил сам Ахмеров и заставил наизусть выучить то, что говорил Ахмеров и Павлов поехал в качестве гип-курьера, вдвоем они поехали на неделю в США, встретились. Он даже показал, когда, какой день встречаться с Уайтом, через какой телефон, откуда позвонить, где встретиться, все рассказал точно. И все тезисы Ахмерова были изложены Уайту. Уайту было сказано, что его друг, что он привез послание от Ахмерова, от друга, который сейчас находится в Китае, а сам Павлов является как бы его учеником, он плохо знает английский, потому что он сын бывшего офицера, белого офицера, который живет в Китае. То, что он изложил со слов Ахмерова, было Уайтом воспринято, он сказал, он доведет до сведения руководства США о тех приготовлениях, агрессивных действиях Японии по отношению к США. И это действительно Уайт довел до сведения министра финансов, затем до президента. Президент вызвал японского посла, поставил ультиматум, чтобы японцы освободили территорию Китая, и несколько, два ультиматума были поставлены перед японцами, японцы на протест на ультиматум США не ответили, и ответили тем через две недели нападением на Перл-Харбор. Неожиданно нападение. То есть возникло и Соединенные Штаты через день объявили войну против Японии. И мы 8 декабря, уже в начале декабря могли отвезти свои войска, которые находились на границе с Манчжурой полумиллионную армию под Москву. И началась с 8 декабря 41-го года началась наступление, контрнаступление советских войск против Германии. Была одержана первая победа под Москвой. И это доля великого Ахмарева. В имени Хелен Таня приняла советское гражданство и стала полноценной сотрудницей советской внешней разведки. В сентябре 41-го года Исхак и Елена разведчики-нелегалы отбыли к месту работы в США окольными путями через восток. Путь за океан лежал через Китай и Гонконг. Отсюда на пароходе они прибыли в США. Для этой поездки им подготовили соответствующие документы в США они перешли на свои надежные старые паспорта. Имея опыт нелегальной работы в США и хорошо зная оперативную обстановку в стране Ахмаров сразу же после прибытия приступил к выполнению заданий центра. Для надежного прикрытия он создал коммерческую фирму по паршиву и реализации меховых изделий по брасу своего деда. Здесь ему пригодились навыки из корняка полученного от деда. Каждый день с утра до обеда он работал в конторе, занимался финансовыми и коммерческими делами фирмы. Это позволило вывести фирму в число благополучных и серьезно закрепить положение разведчика в рамке приспевающего бизнесмена. Он сам заработал расходы для разведки. Зарабатывал. После обеда дома он изучал прессу, материалы по международным вопросам, готовился к предстоящим встречам с источниками. Два-три раза в месяц он выезжал из Нью-Йорка в Вашингтон для встречи с наиболее ценными источниками, как правило, по субботам и воскресеньям. Несколько раз в месяц в американскую столицу выезжала и Елена, выполняя задания мужа по связям. Одновременно они умудряли, она умудрялась учиться в университете на факультете педагогики. Такой был жесткий распорядок дня этой мужественной пары в течение пяти лет. Для сна оставалось лишь пять-шесть часов и то не всегда. Источники резидентуры агента Ахмерова находились на многих объектах правительства США и особо охраняемые американцами секреты регулярно поступали к нему, а затем направлялись в Москву. Например, накануне и во время Тегеранской конференции великих держав советские делегации заранее получили информацию о планах и намерениях американцев. И в этом была большая заслуга Исхака Абдуловича, который получил сведения через своих агентов, как говорится, из первых рук. Ахмеров располагал ценными источниками государственного департамента, администрация зарубежной экономики, управление департаментом военной промышленности, ФБР, департаменте юстиции и других учреждениях. Один из его агентов добывал информацию по атомной проблематике проект Манхэттен. Другой его агент, работавший в управлении стратегических служб внешней разведки, передавал документальные материалы о военной инфраструктуре США, мероприятиях по подготовке военных операций. Большой объем секретных материалов поступал и от других источников. Все вышеупомянутые позволяют утверждать, что полковник Исхак Абдулович Ахмеров был одним из выдающихся представителей внешней разведки. Он сыграл большую роль в укреплении обороноспособности в нашем государстве и наиболее суровое время для страны в годы Великой Отечественной войны, возглавляя 1941 по 1946 год нелегальную резидентуру США. Среди направленных Ахмеров материалов были сведения об оценках американцами военно-политийского потенциала Германии, военных и политических планах правительства США, проекты документов, подготовленных для важных международных встреч, данные о переговорах германского посла в Ватикане с представителем президента Рузвольта, об условиях выхода Германии из войны. Вся эта информация имела большое значение и докладывалась непосредственно высшему руководству. После возвращения в Москву в 1946 году он был назначен заместителем начальника управления нелегальной разведки КГБ и плодотворно трудился на этом посту около 10 лет. Неоднократно выезжал в краткосрочные спецкомандировки для восстановления связей и оказания помощи разведчикам и легалам. Выполнял и другие ответственные задания. После отставки по услуге лет читал лекции в учебных заведениях советской внешней разведки. Как отмечается в опылекованных источниках в одном из своих выступлений Исхаха Абдулович с гордостью заявил, что около 10 лет он был американцем вместе с женой вел разведывательную работу свободно разъезжая по стране имел торговые предприятия квартиры в Нью-Йорке руководил солидными источниками агентом в Вашингтоне которые давали важную политическую информацию в условиях войны освещали политику не только США но и наших противников Германии и Японии. Когда из центра получал сообщение что эта информация имеет большое государственное значение я понимал что приносил большую пользу родине и чувствовал глубокую удовлетворенность заявил в одном из своих выступлений Ахмеров. В итоговых документах о работе внешней разведки в годы Великой Отечественной войны говорится особенно успешно в годы войны в США действовал резидент нелегальной разведки видный советский разведчик Ахмеров редко кому из разведчиков удавалось заслужить такую высокую оценку. Еще один абзац из воспоминания людей знавших его лично или его разведдеятельность Исхак Абдулович обладал большой силой воли упорством настойчивостью достижения цели он старался не делать себе послабление даже в мелочах это был человек большой души увлеченный делом которому он служил всю сознательную жизнь он был беззаветно предан своему Отечеству Исхак Ахмеров скончался 18 июля 1976 года на 76 году жизни его жена и боевая подруга Елена Ивановна Хелен умерла в 1981 я написал несколько статей 10 лет тому назад в том числе журнале Татарстан 8 лет тому назад и считал его и тогдашний президент Шаймиев вот в конце своей статьи я написал по мере появления все большего количества документальных материалов о жизни и деятельности Исхака Абдуловича Ахмерова его образ прямо напрашивается на создание остросужетного художественного фильма или романа или документальной повести думаю нет никаких проблем с открытием стенда Государственного музея Татарстана или присвоением его имени одной из новых улиц быстрорастущей татарской столицы все это не требует каких-либо расходов было бы лишь желание и понимание величия его личности Исхак Абдулович по моему мнению как никто другой из наших современников заслуживает подобных знаков понимания от своего имени я написал несколько статей в том числе в журнале Татарстан в средствах массовой информации в Москве об Ахмерове пользуясь имеющимися возможностями на русском на английском языке заключение я предложил и говорил только что прочитал свои предложения но Ахмеров прожил почти 20 лет в Татарстане 15 лет за границей свыше около 50 лет в Москве что интересно что интересно как мне говорил главный редактор журнала статью с удовольствием прочитал тогдашний президент Шаймиев и заявил что нужно побольше таких статей опубликовать к сожалению в заключении этой статьи было высказано ряд предложений об увековечивании памяти выдающихся татарского разведчика мирового масштаба эта проблема очень медленно решается наконец я был очень доволен когда в конце прошлого года нынешний представитель Татарстана в Москве заместитель премьер-министра Татарстана Равиль Ахпетчин выступил с инициативой о создании документального фильма на московском телевидении об Ахмерове на первом заседании на обсуждение в его кабинете я присутствовал беседовал с будущими создателями и высказал свое мнение по этим вопросам но однако пока еще этим закончилось я решил воспользоваться предложением друга кинооператора режиссера продюсера высказать свои мысли содержание своих статьй опубликованных за последние 10 лет кстати в моих двух книгах мир вокруг нас которая вышла в Москве три года тому назад и последние книги на стыке двухтысячелетия вышедшей в Казани вся основная статья об Ахмерове имеется мне немного было печально за последние годы ничего не было сделано в Татарстане где Ахмеров прожил около 20 лет чтобы увековечить его память но к великому моему удовольствию недавно в конце прошлого года нынешний представитель Татарстана в Москве заместитель премьер-министра Равиль Ахмедчин выступил и организовал такую возможность для того чтобы снять документальный фильм для московской телевидении я принял участие на первом заседании тех людей которые собираются сделать этот фильм но тем не менее нужно более активно наверное действовать мне еще более приятно отметить что уральца 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 или уральца от имени татарской диаспоры Москвы и от своего имени наших уральских друзей которые в 2011 году в апреле открыли мемориальную доску в Тройске там где родился Ахмеров и недавно 16 апреля 2015 года открыли памятник Исхаку Абдавишу Ахмерову в центре Челябинска великолепный памятник великолепная скульптура выдающегося скульптора художника Юрия Ковальчука или Михаила Ковальчука Ковальчука давай скажем Ковальчука сейчас не помню имя очень приятный памятник Исхаку Абдавишу Ахмерову в центре Челябинска уже стоит на открытии на церемонии открытия присутствовал губернатор Челябинска причем скульптор сделал это великолепно на мой взгляд показывает во весь рост Исхака Абдавича Ахмерова в плаще и шляпе с газетой Таймс в руках это его видение полностью на мой взгляд соответствует образу Ахмерова и его пребыванию в Соединенных Штатах Америки Я думаю Челябинцы молодцы он там прожил всего лишь два месяца родился два месяца а в Татарстане он прожил 20 лет в Москве около 50 лет и они молодцы еще вдвойне настолько мне известно ни одному выдающемуся разведчику нелегалу будь то Зорга будь то Кенфильби или Абль нет нигде памятника они первыми это сделали это честь нашим уральским друзьям они молодцы я их поздравляю от души спасибо спасибо Продолжение следует...